МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это было похоже на направленный взрыв. Весной 2011 года из Европы одна за другой стали приходить страшные вести. 22 человека погибли. Больше 2,5 тысяч заражены. Смертельный вирус Е. колли захватывает города и страны. Источник был выявлен не сразу. И это стало настоящим шоком. Неизвестная науке кишечная инфекция поразила большую часть Европы. Это заражение от овощного гриппа, который воздействует на головной мозг. В течение 2-3 дней человек просто умирает. Первые сведения о погибших пришли из Германии. Сначала биологи увидели опасность в странном гене огурца. И эти овощи безжалостно стали уничтожать. Убытки только испанских фермеров составили десятки миллионов долларов. Но оказалось, все дело в проросшей сое. И источником смертельного овощного гриппа, а заодно и экономической диверсии против сельского хозяйства, стала именно она. Тогда же начались и первые разговоры о секретных испытаниях нового биологического оружия, от которого невозможно защититься. Ведь нельзя же не есть совсем. Это был умышленный вброс, это так называемый биотерроризм, каких-то определенных групп, или людей, или конкурентов. Ученые говорят, вызвать болезнь, способную уничтожить человечество, природа уже не сможет. Но с этой задачей справятся биотехнологии. Через 10 лет смертельные вирусы будут создавать биохакеры на дешевых домашних устройствах. И тогда начнется хаос. Война всех против всех. Ударные вирусы будущего. Чем угрожают человечеству овощи-убийцы? Температура рвота, понос боли в животе, сладкообразная. Кто и зачем закладывает биологические бомбы? Похоже, что вот этот овощной грипп спровоцировали американцы. Китайское сверхсекретное оружие. Правда ли, что нашествие уже началось? Все время вокруг всяких эпидемий, значит, там всяких птичьих и свинячьих гриппов ходят, значит, разговоры о том, что это, мол, рукотворная вещь. И кому на самом деле выгодна тотальная война? Третья мировая война, если она возникнет, она будет войной двухцивилизационной, в которой столкнутся западная цивилизация с остальным миром. Соевая атака и трансгенная битва. Кто уничтожает генетический код России? То есть белки, которые ведут к раковому перерождению и к другим подлогиям. Вот вам уже пример генетического оружия, которое уже работает. И сверхсекретная операция в Мексиканском заливе. Испытание чудовищной синей чумы. Самое интересное заключается даже в том, что никто не знает. Противодядия против этой чумы на самом деле пока нет. В 2011 году неизвестная кишечная инфекция вырвалась как будто из ниоткуда. И в считанные недели вызвала панику в Европе. Мы, как потребители той продукции, хозяйственной, которую нам везут из Европы, так и не знаем, что же все-таки является причиной. Но я бы хотел видеть, хотел бы видеть ту ферму, на которой выращено столько проросшей сои, которая накормила всю Германию. Тысячи больных, десятки пострадавших, полсотни погибших и стремительное распространение смертельного вируса. Почему Европа так тщательно скрывала масштабы бедствия? Кому это было выгодно? И что за секретный вирус распространился в самый разгар кризиса? Как смертоносные огурцы и убийственное соя смогли ударить по экономике Европы и напугать весь мир? Похоже, что вот этот овощной гриб, спровоцировали американцы, служил одной цели. В данном случае достаточно шкурный. И просто хотели поссорить Испанию с Германией. Потому что германский капитал настолько прочно контролирует Испанию, что американцам там, как говорится, ловить нечего. В Германии от инфекции пострадали несколько тысяч человек. У многих развилась почечная недостаточность. В 15 других странах было зарегистрировано 140 случаев заражения кишечной палочкой. Сейчас технологии настолько стали простыми, а купить через интернет-магазины можно любое обнародование, и даже у себя на чердаке создать такие организмы. Так что здесь может быть злой умысел какой-то определенной группы людей. Что же такое эта загадочная кишечная палочка Е. Коли? Почему она не была известна науке? Могла ли она быть мутантом, который разработали в военной лаборатории? И атака на европейские страны – это всего лишь тактические испытания нового оружия. То, что эту кишечную палочку, эту бактерию используют и модифицируют для каких-то целей, для получения определенных веществ, ее, конечно, могли использовать как конструкцию для получения трансгенных овощей, например. Испытания новых средств массового поражения давно и активно ведутся. Есть версия, что эта зараза попала в Европу из Африки, которая стала полигоном для биологического оружия. Но об этом мы расскажем чуть позже. В 2005 году российские спецслужбы зафиксировали, что к одному из них, где ведутся исследования по вопросам биологического оружия еще с советских времен, проявляют большой интерес представители Министерства обороны Ирана. Научный центр «Вектор» с 92-го года официально занимается разработкой вакцин против многих страшных болезней, вроде чумы и лихорадки Эбола. «Вектор» является сотрудничным центром Всемирной организации здравоохранения по контролю НОСПИ. Одним из двух в мире. Второй сотрудничный центр находится в Америке, в городе Атлантик. Так называемый центр контроля заболеваний, CDC. Там находится второй сотрудничный центр по натуральному НОСПИ. Лаборатории НИИ до сих пор засекречены, и попасть в них постороннему нельзя. За этими дверями хранятся опаснейшие штаммы всех самых чудовищных болезней за всю историю человечества. Насчет разработки. В принципе, любой вирусу можно ему придать свойства, которые будут опасны для человека. Иранцев очень интересовали вопросы генетической модификации вируса возбудителя лихорадки Эбола. Они хотели усилить его и направить действия по национальному признаку. Штамм должен поражать только врага. Это при том, что даже классический вирус Эбола сегодня является смертельным. Против него нет вакцины. Противостояние Америки и Ирана уже давно ни для кого не секрет. И, возможно, именно эта биологическая бомба казалась иранским военным единственным эффективным средством борьбы. Представь себе реально, да, есть огромное количество заболеваний, новых заболеваний. И в конце концов они могут быть, там, условно говоря, неземного происхождения, да, занесены каким-то образом, да, значит, какой-то штамм на каком-то носителе, условно говоря, против которого вообще ничего. Смотрите далее. Какое оружие начнет третью мировую? Действительно, через 10-20 лет такие своего рода преступные корпорации могут применять самое нестандартное и иное биооружие. Тайна китайской биологической бомбы. Когда ждать удара соседям? Египетский полигон Армагеддона. И спит воздушно-капельным путем. Жестокий эксперимент уже начался. Какой-то там дезодорант, типа, вот так попрыскал, и все, и этот вирус в благоприятной среде развивается, и дальше пошел, пошел. Не пропустите. Продолжение через минуту. Биологическое оружие было запрещено Женевской конвенцией еще в 1925 году. Но секретные разработки все равно активно ведутся, ведь это дешево и очень эффективно. Я полагаю, что во всех основных странах проводятся опыты по биологическому оружию. Поверьте, во всех странах. Но кто владеет боевыми штаммами? Кроме основных игроков на политической арене, а также Северной Кореи и Ливии, есть еще и Египет. Казалось бы, туристическая страна, прекрасный климат, пляжи с русскими туристами, в общем, хорошее курортное местечко. Откуда там планы по захвату мирового господства? Однако ученые установили, смертельная инфекция Е. Коли была завезена в Европу именно из Египта вместе с семенами бобовых культур. Как же это можно объяснить? Они начинают трансформировать живое существо непонятным нам образом. И в этом плане это одна из загадок, и, кстати, одна из ситуаций, которая может, по сути, оказаться биологическим оружием. Известно, что в Египте есть несколько военных микробиологических лабораторий, что позволяет говорить о возможности создания опасных штаммов. Неужели угроза исходила из Египта? А может быть, эта страна была просто использована как полигон для испытаний нового секретного оружия? Но кем? И еще одно странное совпадение. Именно в это время в Египте была совершена попытка захватить власть. Началась так называемая цветная революция. Война идет за свободные территории и природные ресурсы. И в этой тотальной битве используется ударное оружие, неизвестные вирусы, которые способны мутировать быстрее, чем будет изобретена вакцина. В этом главная сила биологического оружия. На создание новой вакцины уйдет как минимум несколько недель. За это время вирус может уничтожить половину населения планеты. Китай тоже разработает, я не сомневаюсь в этом, биологическое оружие. Я предполагаю, что Китай разрабатывает биологическое оружие, если занимаются этим те же самые Соединенные Штаты, в этих лабораториях. Но официально это не объявляется. Хотя не исключаю, что Китай этим и не будет заниматься. Поскольку численный состав вооруженных сил Китая таков, что он может решить любую задачу сегодня без применения оружия массового уничтожения. Чумой 21 века может стать атипичная пневмония. Новая смертельная инфекция, распространяющаяся по миру из Юго-Восточной Азии. Недавно с востока Китая пришли новые страшные известия. Там были зафиксированы три случая заражения вирусом разновидности H7N9, который ранее не передавался человеку. На данный момент известно о 15 погибших. Да, идет реассортация такая, да, каждый раз создается очень много. Постоянно идет мутация, просто нежизнеспособные мутации. Они отбрасываются, а жизнеспособная появляется и пытается занять свою нишу. Почему страшный вирус поражает все больше и больше людей? Ведь на создание вакцины тратятся огромные деньги. Оказывается, для того, чтобы создать противоядие, нужно не меньше года. За это время вирус успевает мутировать, и все начинается сначала. Получается, что биологическое оружие совершенно, и защиты против него нет? Мировая экономическая экспансия со стороны Китая идет, и слава богу, что плохого. Нам важно, пускай все страны развиваются, совершают экспансию. У меня нет никаких сомнений, что Китай ведет полномасштабную разработку всех видов оружия, включая биологическое оружие. Не исключено, что власти Китая давно развязали настоящую не только экономическую, но и бактерологическую войну за основные мировые ресурсы, а, возможно, и за мировое господство. И, кажется, жертв в этой войне никто не считает. Смотрите далее. Кто заложил атипичную бомбу под всю планету? Воевать в открытую с Китаем опасно. Опасно для самой Америки. Как убивает бытовая техника? А мобильные телефоны подавляют волю? Можно, конечно, там мысли человеку не внушишь, но вот на уровне, скажем, чувств можно там вызвать чувство ужаса или там чувство эйфории. И впервые кто закладывает стрессовые мины, которые могут превратить каждого в биоробота? Все-таки это вот такая реактивность фобическая. То есть возникает эмоциональное сопровождение стресса, это страх. Смотрите продолжение через минуту. Такого вы еще не видели. Едва об атипичной пневмонии успели заговорить в новостях, как рухнул азиатский фондовый рынок. Миллиарды долларов убытка. Может быть, это преднамеренная диверсия? И как катастрофа ударила по соседним странам, в том числе и по России? Это уже синдром. Вот, необходимо, ну, владение огромными массами денег. Ради этой цели необходимо затормозить развитие других народов. Народов, которые претендуют на, там, мировые ресурсы, на высокий социальный, более высокий социальный уровень. В мае 2013 года ученые обнаружили новый вид атипичной пневмонии. Вирус пришел из Саудовской Аравии в Европу. Первый симптом смертельной болезни – насморк. Уже есть погибшие во Франции. А всего за несколько дней до этого на территорию Китая был вброшен очередной мутант птичьего гриппа – H7N9. Вакцины пока нет. В самолете, в среднем, 5-7 человек, пассажиров в самолете. Ясное дело, что это ущерб. Самолет не должен, он не должен летать пустые, они должны быть забиты пассажирами. А кто куда полетит в условиях заболевания? Военные медики лихорадочно ищут способы остановить распространение заразы. Переносчики вируса – и люди, и птицы. Темпы распространения просто потрясают. Все выглядит так, будто новая биологическая бомба заложена на территории Поднебесной. Число погибших измеряется десятками, и это только по официальным данным. Но кто осмелился напасть на Китай? В Китае очень много гор и очень много пустынь. Поэтому в Китае страшная скучность населения. Тот Китай, который не попадает на экраны телевизоров. Там влажно, жарко, жуткое скопление народа, антисанитарии. Там в одном доме могут сам и хозяин с семьей жить, и там же и свиньи, там же и домашние птицы. И там вот такое вот. Возможно, китайские ученые не смогли удержать под контролем опасный штамп. И он вырвался на волю из лаборатории, уничтожая все на своем пути. Но не исключено, что это удар по Китаю извне. Открыто американское правительство в заговоре против Китая обвиняет и старший полковник народно-освободительной армии Дай Сюги. Он заявил, что недавняя вспышка птичьего гриппа в Китае ничто иное, как испытание американского биологического оружия. В то время как США воюют в Ираке, они опасались, что Китай воспользуется возможностью совершать иные действия. Вот почему они использовали биопсихологическое оружие против Китая. Китай был поглощен суматохой, и это именно то, чего хотели США. Теперь они используют тот же старый трюк. Китай должен был выучить урок и спокойно разобраться с проблемой. Поднебесная сегодня единственная в мире страна, способная в ближайшее время обогнать США по объему ВВП. Америка в ответ активно расширяет свое военно-морское присутствие в Юго-Восточной Азии. И постоянные птичьи эпидемии в этой части земного шара способны серьезно ослабить китайскую хватку. Симптомы этой болезни напоминают действия идеального биологического оружия. Вирус внезапно убивает людей, не заражая при этом территорию. Запустили вот это вот, указали китайцам на эту атипичную пневмонию, вызванную, в общем-то, давно известным вирусом. Да, ну, 10% летальность, значит, что за контингент больных. Но, во всяком случае, шум прошел, всякий туризм в Китае прекратился. Вот и все. Достигли экономической цели? Достигли. Первые проявления недуга – высокая температура, кашель, головные боли, общая слабость, трудности с дыханием. Предположительно, новый вирус распространяется воздушно-капельным путем. И еще одна деталь – действует он очень уж избирательно. Оказалось, что умирали представители желтой расы. То есть мангалоиды. Значит, война третьего тысячелетия уже началась? Ведь каждый день список жертв становится все больше. Остановить новый вирус ученые пока не могут. Разработан лишь быстрый тест для установления диагноза «азиатская пневмония». Но, может, Китай готовит ответный удар? И не окажется ли Россия втянута в биологическую бойню? Большая часть оборудования, необходимого для создания биологического оружия, уже готова. В конце 2007 года неизвестными в интернете был предложен набор из базовых кубиков для генетического конструирования, распространяемый по принципам свободного программного обеспечения. Мы видим широкомасштабное использование фактора наличия как настоящего, так и эффективного наличия какого-то бактериологического или химического оружия для осуществления широкомасштабной интервенции. Кроме того, уже сейчас биологическое оружие считается одним из самых дешевых. Стоимость смерти одного человека составляет всего несколько центов. А создание биологической супербомбы в тысячи раз дешевле, чем создание ядерного оружия сравнимой поражающей силы. Один из самых жутких сценариев – вирус СПИДа, который распространяется воздушно-капельным путем. Здесь не нужно каких-то сверх сложных устройств. Самые обыденные, примитивные устройства, которые применяются у нас в повсеместном быту. Вот, пожалуйста, распыляй. Били ее, в капельном где-то присели, вот так распыли аэрозоль. Эти новости долго не сходили с первых полос газет. Цветная волна революции прокатилась по всему постсоветскому пространству. Многие еще называли это явление революцией социальных сетей. И лишь немногие аналитики знали, что все это значит на самом деле. Реальная причина массовых волнений была следствием тестовых испытаний секретного стрессового оружия. С одной стороны, идет накачивание вот такой протестной энергии, связанной с верой в то, что при смене режима произойдет резкие улучшения. Это причем ничем не обоснованно, никак не аргументировано. Это просто вот вера в то, что прогресс наступает по всей Земле, и это объективный процесс. Так же, как процесс глобализации. И еще одно совпадение. Попытка цветного переворота в Египте вызвала хаос и анархию. Толбы озлобленных людей, выстрелы, поджоги, грабежи. Все это не предвещало для страны ничего хорошего. Это кажется невероятным. Но именно в это время в Египте начались тайные испытания новейшего биологического оружия. Модернизированные штаммы знакомого вируса Е. Коли именно отсюда попали в Германию. А значит, нанесли удар по сельскому хозяйству всей Европы. Выгоду от этого получила только одна страна – Соединенные Штаты. Причиной массовых революционных волнений по всему миру стали испытания нового вида оружия – стрессового. Напряжение и усталость незаметно проникли в жизнь каждого. Приглядитесь, стрессы окружают вас каждый день, а их источников становится все больше. Но как направить его на врага? Установка на, допустим, джип. Это же американцы на «Хаммере» свои любимые ставили. Что у человека просто вызывается чувство паники, паническое ощущение. И понятное дело, что толпа тут же разбегается и убегает с того направления, которое необходимо закрыть для этого. Стресс является нормальным защитным механизмом. Но в стадии истощения, когда организм не может противостоять стрессору, он вызывает целый ряд негативных физиологических изменений, ухудшается память. В функции мозга нарушается обмен веществ. Да, безусловно, вот эти нейродермит, атеросклероз, мочекаменная болезнь также относятся к психосоматическим заболеваниям, вызванным вследствие стрессового воздействия. И в конечном итоге, возможно, полная потеря чувства реальности, превращение в биоробота, а иногда даже смерть, в зависимости от цели противника. Все-таки это вот такая реактивность фобическая, то есть возникает эмоциональное сопровождение стресса, это страх. И страх, он может быть действительно разным. Страх может быть такой животный страх, может быть социальный страх и экзистенциальный страх. Известны системы вооружений, которые основаны на провоцировании у жертвы информационного стресса, а также действии микроволнового излучения, инфразвука и различных химических веществ. Их можно ввести в состав питьевой воды и пищи, или же с помощью ингаляций, то есть с вдыхаемым воздухом. Иными словами, даже обыкновенная микроволновка у вас дома может быть тайным оружием, направленным на зомбирование и введение вас в состояние тяжелого стресса. Тут зависит от того, что человеческий мозг, в принципе, он тоже работает, ну, все передачи со счет электромонетных излучений. То есть, подобрав нужный частотный диапазон, нужную энергию, в принципе, ну, можно, конечно, там, мысли человеку не внушишь, но вот на уровне, скажем, чувств можно, там, вызвать чувство ужаса или, там, чувство эйфории. Человек становится рабом стресса. Он все время на взводе и готов к любым агрессивным действиям. Источником стресса может быть все, что угодно. От раздражающих автомобильных гудков до специальных вбросов в средства массовой информации. Информационное оружие. Ну, в Африке, например, применялось, применялось в совокупности лазерного оружия, с лазерным оружием, применялось в голограмму. То есть, как бы пытают Аллаха, и на небе это все это показывают. Смотрите далее. Стрессовая атака уже началась. Как убивают с помощью вирусов нового поколения? Происходит какое-то событие, поднимается шум, так называемый, и огромное количество людей попадают вот в такую воронку вирусную. Запрограммированный шоколад. Кто уничтожает генетический код нации? Происходит еще переформатирование стандартов питания нашего населения за счет вот всяких этих западных штучек. И соевая война. Победитель получит все. И вот сейчас мне, например, сказали такую вещь, что, мол, сама-то компания такая уж и плохая, а вот якобы сейчас за ней стоят спецслужбы Америки, которые уже хотят использовать трансгены как биологическое оружие. Информационная война идет каждый день. Интернет является первым по важности источником и орудием стрессовой битвы. А господство социальных сетей позволяет нанести точный удар по кому угодно, от главы крупной корпорации до мирового лидера и целой страны. Сейчас, когда можно за 30 секунд по всей стране дать эту картинку, вот сейчас этот фактор стал обладать колоссальным, либо созидательным, либо разрушительным эффектом. Совсем недавно в Белом доме взорвалась бомба, но не настоящая, а информационная. Хакеры распространили ложную информацию о покушении на президента США Барака Обаму. Этот информационный теракт стоил Америке миллионы долларов, хотя продолжался всего две минуты. Еще 10 минут, и могла бы начаться паника на бирже. Какая ассоциация у нормального человека, что если президент пострадал от теракта, то что же может быть со мной? То я вообще, получается, не защищен. Это огромный стресс, потому что это касается безопасности жизни непосредственно человека. Информационный стресс может создаваться с помощью ограничения связей по телефону или интернету, создания препятствий в общении. О пытках такого типа хорошо известно сотрудникам спецслужб. Сбой сотовой сети может вызвать хаос, который создаст благоприятные условия для удара по противнику. Гораздо проще одержать победу, используя информационные технологии, которые обезоруживают идейно, духовно и ментально противника. Поэтому современные информационные войны – это новейший вид войн, который позволяет подготовить почву для капитуляции противника, используя новейшие технологии. Даже в обыкновенную бытовую технику может быть вмонтировано стрессовое оружие. Например, воздействие СВЧ-излучения вызывает у человека бессонницу. В последнее время появляются сообщения о том, что до боевого применения доведена технология программирования сновидений с помощью СВЧ-комплексов с обратной радиосвязью. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение за счет своего действия применяется чаще всего с целью вызвать временную нетрудоспособность и даже ускорить развитие рака кожи. Это скорее связано с физическим непосредственным воздействием на ухо, чем с электромагнитными полями. Различные химические вещества тоже могут использоваться для снижения устойчивости организма, для провоцирования иммунодефицита у человека. Оружие этого типа использовалось в Ираке в 90-е годы. Например, известный террорист Али Хасан Аль-Маджид, более известный по прозвищу химический олив, добавлял в водопроводную воду города Басры антивитамин. То же самое, что витамин В1, только с обратным действием. Следствием стало развитие у большого числа людей полиневрита, мучительного витаминодефицита. По всем человеческим меркам, по всем международным меркам, это, конечно, было невообразимое варварство со стороны Саддама Хусейна. Вот. Хотя великие державы, прежде всего западные, сделали вид, что это внутреннее дело самого Ирака. Этот же преступник, как было выяснено в суде, добавлял к пище врагов Саддама Хусейна препарат оценокумарол, что приводило к мучительным кровотечениям, а иногда даже к тяжелым заболеваниям. Али Хасана Аль-Маджида приговорили к смертной казни в 2011 году. Но нет никаких гарантий, что дело его не живет до сих пор. Кстати сказать, после победы американцы его арестовали. И он был пятый в колоде карт. Помните, во всяком случае, когда американцы сделали колоду карт, они посчитали, что первый это Саддам Хусейн, потом его сыновья, и он был пятый. Его дважды приговаривали к смертной казни. Существуют и другие методы, куда более незаметные и страшные. Например, изменение генетического кода нации с помощью еды. Традиционные для России хлеб, картофель, гречка и ряд привычных нам овощей заменяются пиццей, суши и гамбургерами. Годовой рекламный бюджет одной очень известной компании, производящей фастфуд, составляет около миллиарда долларов. Следствием этой экспансии уже стали задержки развития у детей и снижения рождаемости. В результате репродуктивная способность у населения падает не вдвое и даже не более, а в 5-10 раз. Сегодня в России не менее 26 миллионов генноослабленных людей, то есть имеющих повреждения генетического кода. Большинство из них дети и школьники. Именно они чаще всего требуют вкусной, но нездоровой пищи. И именно они представляют максимальный интерес для противника. Ведь от детей зависит будущее нашей страны. Это тоже своего рода оружие. Это неправильный сдвиг детей в определенную сторону, в определенную группу. И в конце концов, к чему мы придем, у нас сейчас, вот к чему мы пришли, 6 миллионов бесплодных женщин, 4 миллиона бесплодных мужчин. Многие из подростков уже сейчас имеют пониженный умственный уровень развития. При нынешнем уровне рождаемости, через 40 лет в России станет 80 миллионов генноослабленных людей. Это больше половины всего населения нашей страны. Уже сегодня можно сказать, что под угрозой находится наш генетический код. Способности и опыт, накопленные многими поколениями наших предков, спрессованы в индивидуальных генетических формулах и переданы нам, как творческий потенциал нации, как ее характер и черты. Что же станет с нами, если все рухнет? Развитие уродств, пороков развития у потомственного рожда. Эти вещи тоже могут быть не связаны. То есть есть факторы, которые действуют патологическим образом на эмбрион. Так называют тератогены теросурод. Тератогены факторы, то есть вызывающие уродства, пороки развития плода. Удар по генам наносится и с помощью продуктов. Самый опасный среди них, безобидная на первый взгляд, соя. Именно в ней кишечная палочка Е. Коли была завезена в Германию. Но это еще не самое страшное. Она проникла почти везде. И с другой стороны она потенциально является очень опасной. Исследования, которые проводились по сою, в том числе и в России, дают основания считать, что у нее могут быть очень опасные последствия, и их никто не опроверг. Об истинной деятельности компании «Монсанто» известно не так много. Она – крупнейший поставщик генно-модифицированной сои в мире. Правда, сельским хозяйством компания стала заниматься недавно. До середины 90-х она производила химическое оружие, в том числе печально известный реагент, который американцы распыляли над Вьетнамом. За гуманистическими лозунгами всегда скрывается сатана. Вот, так можно сказать. И те компании, которые занимаются внедрением ГМО, они известны как, так сказать, выходцы из военно-промышленного комплекса. Но там же «Монсанто» она изготовила «Оранж», известный, так сказать, реагент химический, с помощью которого во время войны во Вьетнаме они уничтожали листву, чтобы было легче искать в Вьетконговцах и их расстреливать с самолета, с светолета. Эти уникальные кадры сняли независимые журналисты. Даже на подъезде к промышленным зданиям компании становится не по себе. Все это напоминает фильм ужасов. Вокруг больные люди и могилы, могилы, могилы. Терри был моим младшим братом. Он умер в 1971 году от рака мозга и легких. Ему было 16 лет. В штате Алабама, где находятся основные мощности компании, зафиксирована повышенная смертность от рака. Это происходит из-за влияния на людей реагента PCB, необходимого для производства генно-модифицированной сои. Из этих документов с грифом совершенно секретно ясно, что вещество PCB является настоящим химическим убийцей. Рабочие, ликвидировавшие разлив реагента, заболели гепатитом. У местных жителей язвы на коже. Люди живут на лекарствах и гибнут один за другим. Мы здесь живем, хотя все дома насквозь пропитаны ядовитыми отходами. В этот канал стекают отходы производства. Был проведен эксперимент. В воду опустили обычную рыбку. Она прожила всего три минуты. По данным экспертов, основным экспортером трансгенной сои в мире является США. Только за последние шесть лет экспорт вырос в полтора раза. Основными потребителями являются страны Азии, Бразилия, Аргентина, а также Россия. Но почему вместо традиционной гречки наша страна потребляет около 10 тысяч тонн сои в год? Кто и зачем навязывает соевую культуру нашей стране? И вот сейчас мне, например, сказали такую вещь, что, мол, сама-то компания такая уж и плохая, а вот якобы сейчас за ней стоят спецслужбы Америки, которые уже хотят использовать трансгены как биологическое оружие. И если они... Ну, а поскольку биологическое оружие запрещено, то всем сейчас внушают активно, что ГМО безопасно. А ученые, которые доказывают, что это опасно, их лишают грантов и увольняются работой. Соевая зависимость ведет к генетическим изменениям на самом глубоком уровне. А ведь соя содержится во всем, начиная от мясных продуктов и заканчивая шоколадными батончиками. То есть человек ест, если у него появилось потомство, то оно будет ослабленным, оно будет бесплодным, или оно будет подтверждено определенным заболеваниям. Независимые европейские исследователи в 2008 году провели анализ влияния генно-модифицированной сои на мужской организм и пришли к шокирующим выводам. Она поражает здоровых, дееспособных мужчин. То есть для войны на территории противника больше не нужна армия. Самый худший сценарий, как представляется, будет заключаться не только в том, что люди будут погибать непосредственно от применения этого оружия, а в том, что это будет своего рода выпускание на волю такого джина, где дальше генетический, предживой или полуживой материал будет вести себя таким образом, который из людей никто не знает. Ученые сделали вывод, что это связано с содержанием в сои изофлавонов. Это вещества, которые по своей структуре и воздействию напоминают женский гормон эстроген. Проведя эксперименты на животных, медики убедились, повышенное потребление изофлавонов приводит у особей мужского пола к импотенции, а потом и к бесплодию. Тогда получается только один выход. Организм будет отравляться, либо, так сказать, просто погибать сразу, или чуть-чуть попозже. Вот чем опасны, так сказать, последствия генной инженерии для сельского хозяйства и для населения. Тайна Мексиканского залива. Испытание ударного вируса синей чумы. На побережье Мексиканского залива люди просто гибнут, просто гибнут. Там паника сейчас. Секретный вирус, против которого нет вакцины, убил уже 100 тысяч человек. Но что будет дальше? Это какое-то уникальное заболевание. Возможно, что есть необходимость сохранить сам биологический материал. Как создать идеальное оружие массового поражения? И чем опасна расшифровка генома человека? Здесь продвигается все гигантскими темпами. И уже буквально в ближайшие 5-7 лет можно говорить, пусть и пока за большую цену, но составление неких генетических карт. Это вещь очень опасная, которая может, безусловно, использоваться целенаправленно, индивидуально. Разработки биологического оружия будущего ведутся по всем направлениям. И вот совсем недавно США продемонстрировали одно из них. При ликвидации последствий нефтяного разлива в Мексиканском заливе были использованы новые, никому неизвестные синтетические бактерии, которые должны были поглощать нефть. Совсем скоро то, что обещало стать спасением, получило название «синяя чума». Ведь вместе с уничтожением нефти эти бактерии заразили уже 100 тысяч мексиканцев, невиданной и неизлечимой болезнью. На побережье Мексиканского залива люди просто гибнут, просто гибнут. Там паника сейчас. Понимаете, эта штука пошла уже вглубь на Соединенные Штаты. То, что началось в Мексиканском заливе в феврале 2010-го, уже переросло в рукотворный биологический кошмар невиданного масштаба. Существует реальная угроза для всей планеты. Даже сама катастрофа вызывает много вопросов. По признанию старшины береговой охраны США Плеера Доттена, после взрыва образовалось большое грибовидное облако, такое же, как если бы разорвалась бомба. Для уничтожения нефтяного пятна использовались специальные синтетические нефтеядные бактерии. И совсем скоро оказалось, что речь может идти о преднамеренном применении бактериологического оружия, представляющего потенциальную угрозу для жизни на Земле. Более того, они вызвали диспергирование нефти вместе с коррекситом, что привело к тому, что нефть ушла вниз на глубину 15-20 метров, образовала многокилометровые линзы, и гольфстрим разрушен. А разрушение гольфстрима – это катастрофа для человечества. Мнения независимых исследователей и публикации местных СМИ на эту тему остаются практически незамеченными. Некоторые из материалов исчезли при странных обстоятельствах. Неужели это заговор? И кому он может быть выгоден? Смотрите, можно только путем вот большого брата. Абсолютно тотального контроля. То есть это изменение социально-политической организации человечества. И государства, и человечества в целом. Мы к этому идем. Вообще идем к тому, что нынешние формы, значит, социального бытия, они не работают. Вот уже на протяжении нескольких месяцев многие взрослые и дети, искупавшиеся или погулявшие у залива, заболевают странной болезнью, от которой нет действенных средств. В коротких новостных сообщениях то и дело констатируется смерть жителей от так называемого неизвестного вируса, синего гриппа или синей чумы. И тишина. А ведь Мексиканский залив через Атлантику соединен со всем миром. Это значит, что синяя угроза нависла и над Европой, и над всей остальной планетой. Введение генов без понимания, что такое генетическая лингвистика, привело к тому, что эти бактерии, которые пожирают нефть, и это хорошо, они стали одновременно пожирать и людей, и рыб, и китов, и всю живность мексиканского аналитика. Аналитики полагают, что есть какая-то тайная причина того, что увешанные оружием солдаты и вооруженные силы местной полиции сторожат эти так называемые дисперсанты, те самые бактерии, хранящиеся на складах вдоль всего побережья Мексиканского залива. Известны препараты, известны разработки, были утечки. Мы не знаем практически случаев их успешного применения, потому что узнаем, когда будет определенный развал, там, и предательство в какой-нибудь разведке, может быть. Опять же, доказать это довольно сложно. Масло в огонь подливают и другие факты. Например, то, что в день взрыва береговая охрана первый раз сообщила о катастрофе за три часа до того, как платформа исчезла в огне. А крупнейшие акционеры продали свои акции за несколько дней до взрыва. Неужели предвидели катастрофу? Это может означать только одно. Авария была преднамеренной. И в Мексиканском заливе проходят секретные испытания нового американского оружия. Что никто не знает. Противодядия против этой чумы на самом деле пока нет. Есть информация, что доступ компетентных специалистов к месту разлива нефти строго ограничен. Тем не менее, многие исследователи полагают, что если бы ученые проверили воду, им бы удалось доказать, погибшие от синей чумы стали жертвами испытаний биобомбы. Это грозит, значит, просто катастрофой. Просто катастрофой. Что там будет, я не знаю. Это страшная вещь. Потом это переносит дальше, смерчами, ветрами и так далее. Мексиканский залив превратился просто в ад. По мнению экспертов, именно в этих синтетических бактериях содержатся генные и ДНК аномалии, способные уничтожить человечество. Вполне возможно, что вскоре сотни миллионов человек окажутся под воздействием чумы залива. Ведь о проблеме официально никто заявить не осмелился. И это при наличии ряда неопровержимых доказательств. Этот пример секретных испытаний один из самых громких за последнее десятилетие. Но далеко не самый показательный. Уже сейчас ведутся разработки оружия, которое будет поражать не сотни и тысячи, а миллиарды людей. А дальше нанеси удар бактериологический, или сегодня новые есть типы оружия, информационно-психологическое оружие, волновое оружие и так далее. Нанеси удар по этому сгустку людской массы в России, а потом подогреть только паникой. Вы понимаете, вот это вирусологическое оружие, оно еще решает и задачу паники. Возникает цепная реакция панических настроений. Из рассекреченных источников стало известно, что расшифровка человеческого генома и самые последние успехи молекулярной и клеточной биологии привели к возможности создания биологического оружия нового поколения. Некоего специфического гена мутанта, способного проникать в организм с пищей и водой. Такого, который может уничтожить все человечество, ведь он будет сам мутировать и сам защищаться от антивирусов. Это будет нечто вроде атипичной пневмонии и спида вместе взятых. Новый вирус на основе генетических данных человека приведет к непереносимым для организма осложнениям и, как следствие, к летальному исходу. Подобрав определенные сочетания тех же микроорганизмов, можно эту группу каким-то образом выбить. Можно выбить по возрастному, по половому признаку. Но проще все-таки это делать по тому, чтобы запретить размножаться людям. Вы понимаете, это тихо, спокойно и незатратно. Погибнут не только те, против кого это оружие будет применено, но и сами создатели биологического Армагеддона. Ведь принцип работы генетического механизма человека до конца не выяснен, а значит, не исключены ошибки, которые могут стоить слишком дорого. Остановить биологическую войну пока еще возможно. Джина еще можно загнать обратно в бутылку. Но захотят ли военные и политики отказаться от такого дешевого и эффективного оружия? Продолжение следует...